Помоги нам понять, кто такой Иешуа. Где Иешуа? Где Он? Мы нуждаемся в мудрости от Тебя. Мы уверены, Вы дашь ее нам. Приглашаем Тебя изменить наши сердца, изменить наш разум, помоги нам понять. Я Анна, 17-я глава. И я хотела бы разобрать такой вопрос, понять, где находится Иешуа. Где Иешуа был, и где Он будет. Йуд, Хе, Вав, Хе. Йи, Хе, Хо, Ва, Ва, Хе. Только одна слова. אפשר לכתוב, כן. Широт в Абрид. Апоад, милион, כן? он был он есть он будет он будет он есть он был я я я я я Субтитры сделал DimaTorzok Йоханан 17, глава, пятый стих. Иешуа молится в саду. И говорит, ты отец. Прославь меня. У тебя самого славою, которую я имел у тебя, прежде бытия мира. Иешуа был с отцом до сотворения мира. До бытия первой главы. Иешуа уже был. Это первый период жизни Иешуа. Девять периодов жизни Иешуа есть. И мы все их просмотрим. Первый период до сотворения мира, до создания. Это сколько времени было? Насколько долго это было? Это было вечно. Нет времени. Поэтому от начала создания мира и отчет назад в вечность, в бесконечность, в обратную сторону. Это первый период жизни Иешуа. Его нахождение с отцом. Прославленный. Это первое. Второй период. От создания мира и до его рождения, воплощения на земле. Сколько времени на это длилось? Около четырех тысяч лет. Это если посчитать в Танахе. Но также это можно найти в рабинистических трудах. Что они видят, четыре тысячи лет прошло с начала создания мира. До времени разрушения храма. Это период времени Танаха. Еврейских писаний. То, что называем Ветхий Завет. Я предлагаю вам, если у вас есть еще А, получается, если у вас есть в Библии вот эта страничка заглавная для Ветхий Завет и потом страничка, где написано Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа. Что можно? Вы можете страничку, где написано Ветхий Завет, вырвать, выкинуть. Страничку, где написано Новый Завет, вырвать, выкинуть. Потому что все вместе — это одно целое. Я знаю, что это стоило много денег, но это люди это поставили, там, такую страничку. Но там нет такого разделения. В времена Танаха это второй период жизни Ишуа. Это четыре тысячи лет примерно. Что потом он делал? Где он был? Мы это увидели. Он в это время посещал часто Землю. Он направлял историю. Он был Эммануэл. Мы уже были созданы. Поэтому он был с нами. Он сходил с небес туда и обратно. Как Иисус Анавин, пятая глава. И так же, когда в горящем кусте он был. И когда он об Раму говорил о рождении Исаака. И так дальше, когда он являлся другим пророком. Это второй период. От создания, сотворения мира до его воплощения. Третий период его жизни это от его рождения до его крещения. Сколько времени на это ушло? 30 лет. Где-то 30 лет. 30 лет. 30 лет примерно. Это третий период. Где Исшуа был тогда? Он берет на земле. Но в определенном месте. Уже не было того, что было раньше. Он не мог исчезать, появляться. Он родился. Поэтому он был в одном месте находился. Он был в Израиле. Особенно в Галилее. Особенно в Назарете. Где он жил. Думаю, он работал с своим отцом. Был обычным еврейским мальчиком. Парнем. Он ходил в храм. Его обрезали. И на 30-й день его принесли в храм. И нужно было пройти через церемонию для Паренса. И так же шли, кстати, в воскресшем теле, в небесном теле. То, что Исшуа принял, получил. Он воскрес, и он принял, получил вечное тело. И помните, он показывал свои шрамы на руках, которые своим ученикам. Поэтому шрамы остались на его теле. И шрамы, которые у нас на теле, также будут, когда мы воскреснем. Если вы упали с велосипеда, и там шрам был на ноге, и это будет в воскресшем теле тоже. Не будет болезней, не будет немощей. Мы будем очень красивыми, очень привлекательными, симпатяшками, намного лучше, чем сейчас. Это будет совершенное тело. Но все еще это будем мы, как мы есть сейчас. Поэтому шрамы остаются. Понимаете ли вы, что царь сходит с небес с армиями? Это царь, который обрезанный. Навечно. И он будет править всем миром. Всегда. Это немного шокирует некоторых людей. Но это факт. Поэтому с рождения и до его крещения в Израиле находился он. И он был младенцем, представьте себе. Подчинялся родителям. Хрешным родителям. Ну, если здесь есть какие-то католики, давайте не будем углубляться. Ну, потому что католики говорят, что Мириам была без греха, и мать Мириам была без греха. Ну, может быть. Поэтому это 30 лет до его возраста. 30 лет. Четвертый период. Следующий какой это был период? От времени крещения и до креста. Это сколько времени ушло? Трое еж. Около трех лет. Это время его служения было. На земле. Все еще у него было человеческое тело. И он ходил по земле. Чудеса. Проповедь. Пророчества. Это было его время. Учение. Учил учеников. Это три года. После креста. После креста. Что у нас было? Последовало. Он сошел в ад. Он сошел в ад. На сколько времени? Три дня. Около трех дней. Это пятый период. Что он там делал? Ну, потом посмотрим. Шестой период. Он воскрес. И до Ассеншн. От воскресения и до Вознесения. Между его воскресением и Вознесением. Когда он с ада вернулся на землю и с земли поднялся на небеса. И сколько времени в этот период? 40 дней. 40 дней. Это Дианя 2 глава. 40 дней он учил о Царстве Небесном. У него было тело? Да, было. Поэтому воскресение мертвых это настоящее. Это реально. У нас будет тело настоящее, как Юйшуа. Что он делал 40 дней? Являлся тысячей людей. Это доказывает, что воскресение Его доказанный факт, очевидный факт. Нет никаких вопросов. Тысячи свидетельствовали. Но также в это время он учил ученик учил о Царстве Божьем. Апостолов. Он показывал, на что это похоже, что это будет. Помните, он явился внезапно? Шалам! Обычно в переводе пишется, Ишуа явился среди учеников. И в английском переводе, да и в русском обычно говорится, мир да будет вам. Но в принципе он сказал, шалам! И спрашивал, у вас есть что-то покушать? Перекусить есть что-то, кушал с ними рыбу. И потом говорит, леги травот. И пошел через стену. Пропал. Вот на что это будет похоже. Он показывал им, на что это будет похоже. Мы сможем обнять друг друга. Мы не духи. Он пришел, говорит, прикоснитесь ко мне. Воскресение мертвых реально. Мы не должны быть плавающими такими духами по воздуху. Судьба, которую Бог предназначит для человека, находиться в теле. И все те, которые умерли еще до воскресения мертвых, и находятся на небесах, у них нет тела, они духи. И замечательно быть в присутствии Бога. И иметь все духовные дары. Но это не самое лучшее. Потому что самое лучшее, что Бог приготовил для нас, это иметь наш дух, обладать нашим духом, и также нашим телом. Так что у нас есть те качества жизни на земле, соединение с жизнью на небесах. И то и другое. Можете это представить. Это прикольно. Это очень весело. Дети говорят, «Я не хочу быть на небе». Почему? Там скучно. А что мы там будем делать? Мы что, будем на облаках сидеть, зависать, на арпах играть? Я не хочу идти на небо. Но не в этом суть грядущего мира. Грядущий мир вот на что похож. Мы утром работаем. Мы хорошо позавтракали. Я буду прыгать на льва. Я буду прыгать на льва. Which lion? In heaven, you mean? Yes, lion. Если взять небеса, я, получается, хорошо позавтракаю, тяжело работаю, запрыгну на льва. А вы на тигра запрыгнете. И мы начинаем на перегонки, на перегонки бежать, кто быстрее. Вот как дети должны представлять себе небеса. Что это будет экстремальное веселье. Постоянно. И видите, что когда вы так себе представляете небеса, это рай восстановленный. Будем, как Адам и Ева, в саду жить. Но у нас будет тело, которое никогда не умрет. Потому что это будет небесное тело. Никогда не заболеет. Никогда не будет голодным. Но я буду кушать на небесах. Как вы думаете? Конечно. Как все начиналось? Как начинается все свадебного пиршества Агнса? Потому что мы будем стейк кушать или фрукты? Я не знаю. У меня нет ответов. Знаете, это как палка о двух концах. Ведь смерти-то не будет. Как же мы тогда стейк будем кушать? Это же надо убить кого-то. Поэтому для всех вегетарианцев похоже, что это будет все по-вегетариански. В течение 40 дней. Это шестой период в жизни Ишуа. Если вы посмотрите на еврейский календарь современный календарь, израильский даже, то что интересно, когда, в принципе, произошло воскресенье? Воскресенье три дня после распятия. А распятие — это что было? Это Пасха. Это убиение Агнса. И Омер через три дня наступает. Омер, когда они поднимают первые снопы перед Богом. И в этот же день Мессия воскрес, он поднялся, он был поднят с земли на небо. И Омер — это первый день его жизни на земле в небесном теле. И если вы посчитаете сорок дней с того дня, сорок дней с того дня, это день освобождения Иерусалима во время шестидневной войны. Я не знаю, как это связано. Этого нет в Библии, кроме Луки 21-24, когда Иешуа сказал, что Иерусалим будет принадлежать язычникам, пока время язычников не завершится, не закончится. И потом, сорок дней после Его воскресения, это уже около двух тысяч лет спустя, исполнилось это пророчество. И потом, если я читаю, еще десять дней попадаем на Шавуот, когда Дух Святой сошел. Поэтому это шестой период был. Где-то сорок дней. Затем, после Его воскресения, именно поэтому со временем Его вознесения и когда Он вознесся к Богу. И как в Ефесянам сказано, Он сидит одесной Бога, с правой руки Бога. Он на небесах. Мы с Ним посажены. Он на небе до тех пор, пока что Он сделает? Возвратится. Мы все верим, что Он возвратится, не так ли? Да придет Твое Царствие. Мы не молимся, да уйдет Твое Царствие на небо. Он не пришел на землю, чтобы быть Царем на небесах, потому что Он уже был Царем на небесах. Он приходит на землю, чтобы на земле восстановить Царство и землю взять себе. И Бог не хочет оставаться на небесах. Он хочет быть с людьми на земле. Земля и небеса вместе. И сколько времени уходит на это, Его вознесение и до Его возвращения? Около сколько? Две тысячи лет. Около двух тысяч лет. Мы не знаем точно, когда будет. Либо через пять лет, через пятьдесят лет, сто лет. Но мы видим, что эти два дня уже почти завершились. И этот период следующий. Его вознесение и возвращение на землю. Что Он сейчас делает? Ходатайствует. Где это? Ходатайствует. Где это? Где он? Где он? Before Father. Где это написано в Библии? Hebrews? Yeah, Hebrews were? Hebrews 7. Евреям где? Евреям? Евреям? Евреям 7 глава. 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 Посему Он может спасать всегда приходящих через Него к Богу, потому что Он жив всегда. чтобы ходатайствовать за Них. И также Римлянам 8 глава сказано то же самое. Поэтому Он ходатайствует. Что еще делает? Готовит нам место. Готовит место для нас. И что Он еще делает, что непосредственно связано с нами? Спасение. Salvation. Salvation. Ну, это Он уже сделал. Теперь это наша задача принятие спасения. Она уже завершена. У нас есть спасение. Как значит Духа Святого? Он дает нам Дух Святой. Вот что Он делает. Он говорит, лучше, чтобы я ушел. Потому что тогда я умолю и дам Духа Святого. пошлю Духа Святого. Это видно в Деяниях. Какая глава? Вторая глава. 33. Итак, Он был вознесен Десницу Божию. и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Поэтому Он изливает Дух Святой на нас. Дух Святой не просто приходит к нам, потому что Ишуа изливает Дух Святой на нас. И также Он направляет Церковь. Он направляет Церковь. Он ведет Церковь. Это в Ефесянам. Первая глава, стих 22. И все покорил под ноги Его. Он дал Ешуа власть быть главой Церкви, главой всего. Поэтому Он также направляет нас. Он наш лидер, наша глава. И это теперь происходит. До тех пор, Он не возвращается. Это седьмой был период у нас, да? Восьмой период Его жизни будет с того времени, когда Он возвратится и до нового творения. Это большинство тех пророчеств, которые говорят о днях Мессии. и говорится о тысячелетиях, тысячелетиях. Что называется Тысячелетнее Царство. Это видно в Откровении 19-20 главы. Интересно, что здесь заметить. это параллельно история времени Адама и времени Ноя. Помните, был потоп в конце времен Ноя, времени Ноя. В конце времен Ноя. Это между Адамом и Адамом начиная с Адама и до потопа. Это прошло тысячи лет. И там был потоп из-за воды. Но будет потоп из-за огня в начале миллениума, когда Ишуа возвратится. Что еще? Что во время тысячелетия то, что постепенно смерть не будет иметь власти над нами. И в конце миллиониума ху будет полностью но осторожней, что больше не будет смерти в конце миллиониума. Что в новом творении не будет смерти. и на это уйдет тысяча лет. Где постепенно люди начнут жить длиннее и дольше. Как говорит, дни народа моего будут как дни дерева. И мы видим, что постепенно смерть будет терять свою власть над человечеством. И это будет последний враг, который будет завоеван. Потому что противоположное произошло во времена Адама. Со времени греха и грехопадения жизненный цикл начал уменьшаться. Продолжительная жизнь уменьшалась. Была тысяча лет жизнь человека, тысяча лет. Потом 900 лет, 800 лет, 700 лет и так далее. До тех пор, пока не дошло до 120 лет. А теперь потом 100 лет. И даже дальше меньше. И вот видите этот параллель. Тысяча лет там, тысяча лет в конце. Я скажу это снова и снова. Что? Эта книга, она не противоречит себе, она последовательна. Начинает быть я до откровения. Тут нету двух книг. Это одна книга. которая начинается сначала и заканчивается с концом. И возвращается все к восстановленному раю в этой книге. Вы знаете, что вы врите? У нас даже нет слова для небес. Концепция, христианская концепция. Небеса Шамайм у нас. Шамайм это как небо, а не грядущий мир, не грядущий век. на иврите грядущий век это все просто грядущий век либо восстановленный рай Ган-Эден, Эдемский сад. И мы видим, как все начиналось в создании Ган-Эден. И мы заканчиваем восстановление Ган-Эден. Вот и все. мы не останемся на небесах. И девятый период, последний период Ишуа это новое творение, новая небеса, новая земля, единство небес и земли, Ишуа отдает владычество над землей своему отцу. Сколько времени это будет длиться? Вечно. 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 Как и с самого начала. Тоже вечность была, и сейчас тоже вечность. До творения. была вечность. И после нового творения также будет вечность. Как вы снова видите, в начале и в конце вечность и вечность. Это то же самое, все последовательно, все логично. Первое Коринфиано. пятнадцатая глава. очень важно, чтобы я смог передать вам это, чтобы вы это поняли. читаете. И вы абсолютно по-другому будете читать Библию. Потому что, если вы не понимаете этого, тогда вы по кусочкам разным отрывки видите разные пророчества и все остальное. И не видите, как это все вместе взаимосвязано. И поймите, что эта книжка одна целая. Абсолютно последовательна с начала до конца. Первого Коринфиано 15-23. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово, в пришествии Его. И затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. И ему надлежит царствовать, доколе не злужит всех врагов под ноги Своей. Последний же враг истребится это смерть. Потому что все покорил под ноги и вот, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. И когда все покорит ему, тогда и сам сын покорится, покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Это трудно понять. И у нас разная мысль, получается еврейская и ленистическая мысль, разная мысль. Поэтому будет единство небес и земли. Место обитания Бога будет человеком. мы точно не знаем, что это будет. Идти на небеса, возвращаться обратно на землю или как. Сейчас как бы такая завеса между небесами и землей распростерта. Вы понимаете, что такое завеса? Где это мы видим в пророчествах? Есть один пророк, который увидел через завесу. Кто это? Это Иезекиэля, первая глава. Давайте откроем еще пять минут. Стоит посмотри, прочитать. Иезекиэля 1 запрещено читать первую главу раввинами. Почему? Если вы читаете первую главу Иезекиэля, то либо вы сойдете с ума, либо вы станете христианами, верить, как христиане начнете. Поэтому либо мы сходим с ума, либо мы поверим в Ишуа, поверим в Ишуа. Потому что там мы видим образ Бога. И когда вы говорите, что у Бога есть образ, то все, вы пересекли черту, которая запретная. первая глава Иезекиэля 22 Иезекиэль видел святых животных, создания такие. И над головами животных было подобие свода. Say it again. Read the translation of verse 22 in Russian. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. Like crystal. Okay, the Hebrew is kerach, ice. На еврейте на лед похоже что-то. Что-то между было. животными что-то находилось. И Иезекиэль смотрит вверх и видит сквозь это что-то. И этот свод между землей и небесами, как кристалл. И let's see verse 26 стихе. And above the fernament that is under head it was the image of sapphire of diamond and image of a chair in Hebrew kise is chair. I guess in Russian it says throne. So it's an image of a chair and on the image of the chair I saw an image like a man Adam sitting on it. And над сводом, который над головами их было подобие престола по виду как бы из камня сафира. А над подобием престола было подобие человека вверху на нем, подобие Адама вверху на нем. Иезекиэль смог увидеть за сводом. И что над сводом находится? Престол, стул и образ человека сидящего на стуле. Но в принципе нормально, человек может сидеть на престоле, на стуле. И в 27 стихе продолжаем. И увидел я хашмаль, на еврите это значит электричество. Вот откуда происходит слово хашмаль. Я видел как электричество, пылающий металл, как огонь внутри него вокруг. от от его пояса вверх и от его пояса вниз сходило. Что-то образ огня увидел я. И сияние было вокруг него. Вы помните этот огонь? Куст, который не сгорал. Потом тоже волосы учеников не сгорали. Слава Божья. И этот человек был окружен славой Бога. 28 стих. Слава Бога. Это Вау! Вау! Белый! Белый! Всегда я слышал слава Бога. И я думал просто праздничать Бога или что-то. Но это вообще глина Бога. Аллелуя! И 28 стих. И в каком виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние кругом. Это образ славы Юдхея Вавхея. Я увидел и я пал на лицо. Как Моисей. как Иисус Навин. И многие другие которые видели Ишуа. Такое было видение он поклонился от славы Господней. Спасибо Адонай то что ты делишься тайнами царства с нами. Мы благодарим тебя мы любим тебя. в шем ишуа. В шем ишуа. Амин. Амин. Продолжение следует...